Хэй, друг! Ты тоже давно мечтаешь о том, чтобы заработать желудочную язву? Если это так, то ты наверняка удивишься, что одними дошираками ее не заработать. Забивай их энергетиками. А вот какие именно энергетики тебе помогут ее заработать и кучу других энергетиков я ищу в своей рубрике, которая называется Energy Test. Ну а сейчас... Хэй, ребят! Всем привет! С вами я, Майклеров, и это канал Pixel. И это 54-й выпуск Energy Test. Погнали! И как я уже и сказал, сегодня у нас 54-й выпуск Energy Test, в котором мы проверим 100 кВт Energy Drink Coffee. А перед тем, как мы начнем, давайте вспомним, какие именно критерии у нас есть для оценивания. Причем сразу напомню, что это уже третий выпуск из цикла видео про 100 кВт. Если вам интересно, как я подробнее разбираю каждый из критериев, то прошу переходить на первое видео про 100 кВт Energy Drink Original. И смотрите, вот вам я все прям по полочкам разложил. А здесь же я буду бегло так пробегаться про некоторым критериям. Итак, первый тип критериев это реклама, дизайн, цена и удобство, давная энергетика. Второй тип критериев это цвет, запах, газированность и состав. Ну и третий тип, самый важный, это вкус и энергетичность. И начинаем мы, как всегда, с рекламы, а именно с ее отсутствия. И кроме рекламных баннеров самой пятерочки, которые больше являются каким-то акционным товаром, мы ничего не видим. Поэтому две молнии из десяти за рекламу. Далее идет такой критерий, как дизайн. Молния есть энергия, а энергия должна пробивать тебя насквозь в прямом смысле. Ну а теперь, когда мы говорим прямо, уже третий выпуск, когда мы говорим про 100 кВт. И здесь они почему-то ко вкусу решили добавить кофейные зерна. Я не знаю почему, но такой вот у них ход. А если говорить еще прямее, хотя не знаю куда еще, у меня тут животные, наверное, ходят, классно. То, признаюсь, это дешевая, как будто какая-то на скорую руку набросанная картинка в фотошопе у какого-нибудь блогера со ста подписчиками, я даже не знаю, которого попросили сделать дизайн, и вот он что-то сделал. Но, в принципе, многие решают, что этот дизайн довольно-таки простенький и миленький. Поэтому за такое разнообразное мнение я ставлю за дизайн 5 молний из 10. Далее идет такой критерий, как цена. И за 0,5 литра в магазине Пятерочка мы с вами заплатим от 35 до 45 рублей. Но с учетом скидок и акций, если вы любитель именно кофейных напитков, то очень часто на этот напиток проходят скидки, акции. По-моему, я уже это говорил. И за 100 рублей, по-моему, реально в этом магазине взять 3, а то и 4 банки. Далее идет такой критерий, как удобство. И нам представлена только тара объемом 0,5 литра и эта пластиковая бутылка. Что не самый лучший вариант развития для любого энергетика в этом критерии? Это всего 3 молнии из 10. Далее мы с вами разберем состав. Итак, поехали. Вода питьева, подготовленная, сахар, ароматизатор, энерджи кофе, регулятор кислотности, лимонная кислота, краситель сахарный поле 1 простой, ароматизатор, кофеин, кремик с витаминами, ацин, пантано, кислота, витамин B2, витамин B6, витамин B12, энозит, экстрат кофе, жидкий регулятор кислотности, Е504. Я не знаю, кто там мне пишет, но я сейчас... Регулятор кислотности, кислота лимона, экстрат натрия, биологическая активная добавка пищи, таурин, ароматизатор, раш-крем, консервант, бензат натрия, пищевая ценность на 100 мл напитка, среднее значение, углеводы 1,3 г, кофеина 30 мг, таурина 40 мг. Энергетическая оценка калорийность на 100 мл напитка, 200 кг энергии или 48 ккал. В принципе, кроме большого количества всякого, всяких консервантов и всему подобного, тут не обнаружено. Все остальное, чего у нас не было, например, ароматизатор, iRush, крем, короче, все, на чем я не останавливаю внимание, но мы слышим в первый раз, это всего лишь ароматизаторы. Далее мы переходим к таким критериям, после которых нам придется открыть данную тару. Стаканчики я только что достал из морозилки, пусть пока здесь постоит, а с вами мы сначала посмотрим на запах, вернее, почувствуем запах. Итак, открываем. Пахнет он примерно так же, как флэш или то, что мы недавно смотрели, кайф мокко. В принципе, да, запах напоминающий кофе-колу. Итак, цвет, газированность. По цвету, да, это все тот же колер, газированность, что-то, а нет, вроде нормально, да. Я сначала подумал, что газиков какое-то малое количество слишком, но потом смотрю, что они, в принципе, все так играют ротоверно по стакану. Что странно, как будто они, как в лизуне, по всей плотности распределились. По цвету мы видим привычный нам сахарный кольдер. Квасляка темнее, чем обычный цвет энергетика, но для копейных, в принципе, привычно. Кстати, ставьте лайки, если у вас братья снимают обзоры на энергетики, а вы в это время стоите за кадром и напрягаете свой пресс. Слабака, я пупок за трогаю. Так, сейчас запах. Мне кажется, что он такой же в стакане. Ладно, пробуем вкус. Я надеюсь, что это будет один из вкусных копейных напитков. Потому что, как бы я не нахваливал торнадо, насколько меня за это в комментариях все время пасхудят, но торнадо-кофе единственный напиток, который действительно проигрывает остальным в этом вкусе. Итак, пробуем 100 кВт. Ребят, очень попробовал я и пришел к такому выводу, что энергетик, в принципе, похож на то, что мы с вами уже пробовали со вкусом кофе. Единственное, что да, газа все-таки, во-первых, ощущается меньше, то есть он не так сильно щиплет за язычок, за вкусовые сосочки. А во-вторых, тут намного сильнее чувствуется кофе, но не так, как это было в торнадо кофе, а до такой степени, что ты все еще пьешь тебе знакомый вкус, но вкус кофе почему-то теперь 100% превосходит над обычным энергетиком. Я уверен, что было бы в этом напитке побольше газированности, он бы имел больший успех среди любителей кофейных энергетиков. Кстати, последний глоток вот я сейчас сделал, и я... Хотел сказать, не почувствовал кофе, но нет, кофе чувствуется. В принципе, вкус классический, вполне обычный, сейчас крышечку поправлю. Вкус... вернее, как... Вкус отвечает заявленному. Ни плюсов, ни минусов я выделить не могу. Единственное, что... Ну, все-таки, с количеством газов надо что-то делать. Иначе это никуда не годится. И скажу так, что, честно говоря, флэш и кайф мне понравились куда больше. Как раз-таки только из-за того, что здесь не хватает газов. А так, во вкусу, в принципе, точно так же. И просто ради того, чтобы выделить превосходство кайфа и флэша над 100 кВт, я этому энергетику поставлю не такую, как у них оценку, а на 1 балл ниже. А именно, 7 молний из 10 за вкус. Все действия энергетика мы уже прекрасно знаем, потому что я уже не раз проверял 100 кВт. Содержание кофеина с таурином у них, в принципе, одинаково. Да и сахара, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже одинаково. Поэтому, что я сейчас делаю? Я сейчас все-таки проверю на ночном действии. Время уже около 9 часов вечера. И я сейчас буду сидеть, работать за компьютером. Но все-таки приду, включусь, так что сегодня мы с вами повторно это все узнаем. Итак, ждем. Итак, время 8.40 утра. Я только что проснулся. И время подвести итог по энергетичности. Что хочу сказать. Прямо сейчас на своем экране вы видите скриншот того, во сколько я лег. Это было, что-то около часу ночи. И скажу так, то, что действия энергетика мы все с вами знали. Оценку за него тоже, если мы смотрели предыдущие выпуски, посвященные данной марке. В общем, объясню, как происходило действие. Это один из тех немногих энергетиков, которые поначалу дают очень мощный удар. Честно, я на этот раз аж испугался, насколько это был сильный удар по сердцу. Это было не повышенное сердцебиение, а это было обычное сердцебиение, но оно было настолько громким. Это было чувство паники, чувство тревоги. Вот что это было. Это было довольно-таки неприятно. Во-вторых, да, я уснул в час ночи. И все это время я не скажу, что я лежал прям бодростью. И может быть, да, энергетики оказывают какое-то действие, и он не совсем безэнергетичный, но все-таки у него очень много «но» и работа у него не такая уж и классная. Таким образом, за энергетичность данный напиток получает от меня 4 молнии из 10. Если подвести краткий итог, то, возможно, любителям кофейных энергетиков этот напиток и зайдет. Единственное, что, опять-таки, я могу выделить, это отсутствие большого количества газированности. То есть было видно, что напиток газированный, но... Или газированный напиток, я не знаю, как правильно, поэтому не обращать внимания. Но количество газов не сильно-то и велико, раз его вот так вот можно легко выделить, как один из аспектов вкуса. На фоне того, что напиток слабо газированный, очень ощущается количество сахара, хотя оно там тоже в норме, все-таки оно ощущается слегка повышенным, потому что содержание кислот, а углекислый газ, это углекислота, извините меня, оно меньше, соответственно, преобладать будет другой рецептор, скажем так, вкусовой. Также сам кофейный вкус, он вполне обычным, я его смогу назвать, но все-таки, например, тот же Flash, которого уже не производят, или тот же Kife, мне, еще раз говорю, понравились намного больше. Поэтому, в принципе, за вкус он энергетик получил нормальную оценку, за энергетичность, ну, обычную оценку. И, ну, так вот я не могу сказать, что я рекомендую вам этот энергетик, но, в принципе, если будет по скидке, а вы уж очень большой любитель кофейных энергетиков, то можно и взять. Если же вы ищете просто какой-то энергетик, то на полках пятерочки можно встретить намного лучше экземпляра. Даже взять те же DriveMe, Tornado или ягодный 100 кВт. Он все-таки тоже бывает по скидке, и его тоже, как вариант, можно взять. А, в принципе, на этом все. Если вам понравился видеоролик, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Этот видеоролик был более лайтовый, поэтому пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть, на какой энергетик обзор. И всем удачной встречи. Пока.